И таки да друзья, как только в как мы это называем ближнем зарубежье заговорили о на самом деле пока не существующих военных базах НАТО в Украине, появилась новость о том что база таки возможно, но не просто базы НАТО, а целая военная миссия на территории Нэнки и вот что это за миссия. Как стало известно, ЕС рассматривает возможность создания европейской военной учебной миссии в Украине. Об этом сообщило немецкое издание Вельтам Сантак, со ссылкой на документы Европейской службы внешних связей. Как выяснили немецкие журналисты, на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия. В материале говорится, что в конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Бор-Элю секретное обращение с просьбой о ее создании. Кроме варианта создания военной миссии, ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала вооруженных сил Украины. В общем друзья, кто не понял, то военная миссия хоть и учебная, это что-то большее, чем просто базы НАТО. Обычно в странах, где проходят военные миссии, хоть под эгидой ООН, хоть под эгидой ЕС есть несколько баз с вооруженными военными контингентами. Но друзья, кто не в курсе, то в конституции Украины не разрешается размещать любые иностранные военные базы на территории Нэнги. А вот про миссии там ребята ничего не сказано. Вот было бы интересно посмотреть на солдат из к примеру Швеции или Финляндии, где-нибудь гулящим по Хрещатику или Дерибасовской в увольнении. В общем друзья, придумали наши иноатовцы, как разместить военных ЕС в Украине и не нарушить украинскую конституцию. Так что ребята, получается что за поребриком таки как в народе говорят сами на карпеле, или как говорил классик с чем боролись на то и напоролись.